спасибо всем кто голосовал за тему постов и сейчас я хочу обсудить тему именно срывов мне написала девушка и вы проголосовали за этот пост по поводу того что она срывается с диет постоянно срывается и хочу обсудить эту тему сегодня что такое срывы почему они случаются и как избегать причин срывов несколько и я хочу сейчас обсудить и в общем то давайте начнем первая причина срыва с диеты это как раз сама диета люди очень часто срываются именно с диет потому что когда питание правильное и сбалансированное люди обычно не срываются потому что они умеют балансировать они знают как включить свой рацион то что они любят и в общем то не толстеть диеты же зачастую они такие вот моно диеты если человек садится на диету то скорее всего это диета подразумевает и какой-то очень сильное ограничение как в продуктах так и в колораже сейчас начну с ограничения в продуктах очень многие в попытках похудеть садятся на моно диету которая состоит или из одной капусты или из воды или из гречки кефира в общем какие-то такие диеты в которых реально очень очень мало каких-либо продуктов и неудивительно что срывы случаются именно именно на таких диетах потому что организму необходимо давать все необходимые необходимо необходимые нужно давать все питательные вещества в которых он нуждается если вы сидите на одной капусте неудивительно что ваш организм хочет углеводов потому что в капусте там не белка практически нет там нет углеводов там очень много клетчатки витаминов и в общем то по большому счету больше там ничего нет и конечно же организм хочет белок для того чтобы мышцы наши никуда не уходили организм хочет углеводы для того чтобы нормально функционировал ли все внутренние органы ваши мышцы ваш мозг а также организму конечно же нужны жиры для того чтобы питать клетки питать мозг и для того чтобы ваша гормональная система не рассыпалась к чертовой матери вот и все вот отсюда и если вы срываетесь именно вот с такой диеты это очень хорошо что вы с нее срываетесь ваш организм дает вам сигнал что дорогая пожалуйста хватит сидеть на этой диете хватит меня мучить давай питаться уже наконец-то нормально что касается диеты с низким калоражом тоже многие мало того что находятся на каких-то диетах еще очень сильно урезают калорийность питания например например требуется 2000 калорий килокалорий вернее требуется 2000 девушка урезают себе просто пополам она питается тысячу килокалориями и удивляется что ей постоянно хочется кушать а если это еще действительно очень скудная какая-то диета тоже случается срыв даже если в питании присутствуют все необходимые питательные вещества но вы постоянно будете голодные из-за того что очень сильно снизили себе калораж в надежде похудеть организм все равно скажет дай мне больше вы все равно сорветесь потому что чуть-чуть это плохо должно быть не чуть-чуть должно быть столько сколько нужно а сколько нужно определяется различными расчетами определяется как вам сказать ментально когда человек поел и он чувствует сытость как психологически так и сытость в своем желудке конечно же если человек постоянно ходит голодный как раз та тема которые я счет уже вам обещала обсудить если вы постоянно недоедаете если у вас постоянно чувство голода неудивительно что вы будете срываться потому что здесь уже у нас включаются гормоны которые отвечают за чувство голода этот гормон называется грелин и он посылает можно сказать в мозг сигнал что пора поесть что желудок пустой я голоден давай давай мне еды мне не хватает вот почему случаются срывы то есть это такие вот основные причины что касается именно питания то есть у вас и лимона диета или слишком маленькие порции из-за очень низкого колоража питания то есть вот эти вот три причины учитывайте это такие вот причины которые на самом деле очень и очень легко устранить достаточно просто сбалансировать свое питание достаточно просто понять как нужно питаться научиться да это действительно определенная скажем так наука но как говорится не боги горшки лепят поэтому всему можно научиться или например посоветоваться со специалистом чтобы специалист помог составить программу питания подобрал под ваш вес под ваш рост под ваш возраст в общем подобрал вам необходимое количество калорий а также подобрал вам по вкусовым вашим предпочтениям или допустим если вы любите все любом случае чтобы у вас был баланс под белком жиром и углеводом витамином чтобы ваш организм получал все но чтобы этого не было в избытке когда не будет избытка тогда будет все хорошо вы не будете набирать вес вы будете худеть и в то же время получать все необходимые питательные вещества и еще есть одна причина по которой люди срываются это растут расстройства пищевые расстройства еще называют его расстройство пищевого поведения здесь конечно все очень непросто гораздо проще наладить питание когда этих этой причины нет и когда у человека зажор просто того что у него зависимость какая-то от еды здесь конечно человеку нужно работать с психологом потому что зависимости самостоятельно побороть и часто очень сложно потому что они бывают очень сильными и действительно очень часто требуется помощь именно психолога вам не поможет тренер вам не поможет диетолог потому что тренер и диетолог он не психолог даже если у него есть какие-то навыки в плане психологии если он там как-то может про мотивировать но в любом случае лучше обратиться непосредственно к психологу с такой проблемой и еще хочу добавить если вы все таки сорвали что делать дальше если у вас проблема исключительно в питании если вы например правильно питаетесь но у вас случился зажор случился зажор и случился ничего в этом ужасного нет вчера вы наелись поели все что хотели сегодня начинайте с чистого листа начинайте снова питаться нормально и главное сбалансируйте свое питание чтобы зажора у вас не было для того чтобы вы могли включать свои любимые продукты небольшом количестве чтобы вы научились включать и кушать их немного для того чтобы у вас не было постоянных стрессов от того что вы чего-то хотите а вам строго нельзя нет такого что строго строго нельзя можно но нужно научиться это все кушать нужно научиться подобрать количество качество и не сходить с ума за этими любимыми продуктами любом случае питание нужно поменять и нужно понять принцип и тогда срывов не будет потому что нет ничего плохого в том если вы кушаете кусочек шоколадки я тоже ем шоколадки иногда даже редко я могу здесь что-то мучное и я не корю себя за это никогда потому что я знаю что если я скушала что-то такое то я могу или урезать себе что-то в течение дня например углеводы тут же кашу или просто забить на это дело и как говорится основа чистого листа завтрашний день войти уже опять с нормальным питанием вот такие вот вам советы главное не корите себя все хорошо и старайтесь все таки конечно же контролировать свой аппетит это все вот здесь контролируем и в голове определяем ценности что вам важнее обожраться или вам важнее ваше здоровье и красивая фигура вот когда вы с этим обозначитесь будет еще проще и как я сказала если у вас совсем проблемы обратитесь к психологу за помощью надеюсь ролик был полезный напишите в комментариях если у вас какие-то такие причины которые я назвала мне очень интересно будет почитать ваши истории как вы боретесь с со срывами бывают ли они у вас как часто не возбывают по какой причине в общем буду очень рада мне будет очень интересно если вы напишите почитаю и всем отвечу пока всем что вам понравилось спасибо Продолжение следует...